Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. О чём может говорить желание постоянно переставлять мебель? Два-три месяца и делаю перестановку. И не только дома, но и на работе. Что-то нужно менять по жизни. А на большие, глобальные, более достойные, более рисковые, ответственные изменения вы не готовы. Мы же всегда заменяем всё малым. Вот мы все хотим благ. Нужно рисковать. Что такое риск? Это когда вы точно понимаете, что вся ответственность о последствиях взятого на себя риска. И оно всегда будет с минусом, потому что всё хорошее должно сначала начнётся с минуса. Это железное правило. И если вы это понимаете, осознаёте и умеете с этим справиться, ну условно вы уволились с приятно привычной работы, но малооплачиваемой, и начинаете идти куда-то что-то искать или нашли другое, и заходите, и это стресс. И это вы считаете, и считаете, что это минус. Если вы с этим стрессом спокойно справляетесь, и точно понимаете, что вы профессионально подкованный человек, вы это знаете, а вот это вы не знаете, вы оставляете за собой право подойти и сказать, подскажите мне, пожалуйста, не выдавая агрессию, не выдавая спесь, или не прячась, как мышка серая. Тогда у вас пойдёт внешний процесс. Если внешний процесс вы не запускаете, вот эта самоходная машина по периметру будет всё двигать, всё передвигать. Это размутка нашей с вами женской агрессии. Хочется, но нельзя. Хотелось бы, но ограничения периметра имеют место быть. Вот вы как-то передвигаете в надежде, что стол поменяет вашу разрешительную базу. Нет, не поменяет, это уровни разные. Стол — это материальная база. Внутренние сожаления убираем, перспективу рисуем и пошли. Если не ваше место, вас туда никто не возьмёт. Значит, страхуемся, работая здесь, пытаемся прояснить что-то в другом месте. Очень внимательно слушаем то, что происходит во вне. Всё, что ваше сознание — это то, что вас окружает. И если заданный вопрос действительно ваш, действительно честный, вы обязательно максимум через полгода получите перспективу, ответ, и начнётся движение. Но нужно не бояться. Не бояться тех последствий, которые однозначно будут минусовые на каком-то периоде, чтобы жизнь вас проверила на вшивость. Но жизнь — это такая обобщённая история, чтобы ваша память, ваше бессознательное смогла проиграть тот инцидент, через который, как препятствие, вы боитесь пройти. Мама говорила, нечего прыгать, как стрекоза, нечего, вот на одном месте сиди и работай. А то ишь захотела. Вы уже и забыли. А мамкин голос, он живее всех живых. Вот вы и двигаете, что есть перспектива, вот что-то вас так увлекает, а вы не можете остановиться и спокойно подумать или пописать. Не бойтесь себя. Всё внутри нас. Всё, что вас беспокоит, где вы учащённо дышите, это очень конкретная ситуация, требующая вашего решения. Нужно рискнуть, нужно решить и понимать. Ответственно, подходя ко всем не очень благоприятным событиям, которые по первой, по изменениям, однозначно у каждого бывают, для того, чтобы это пройти и начинать двигаться в плюсовое, в изменённое, качественное, результативное, новое, достойное ваше положение вещей. Спасибо.